Вести Карачаева, Черкесия В Северокавказском федеральном округе Юрий Чайко и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова провели совещание, посвященное вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия жителей регионов СКФО. Карачаев, Черкесию представил руководитель региона Рашид Темрезов. Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы организации эпидемиологического надзора, а также реализацию профилактических и противоэпидемических мер на территории субъектов, входящих в Северокавказский федеральный округ. Во втором чтении парламентарии Республики приняли актуальный законопроект о внесении изменений в закон Карачаева-Черкесии о порядке выпаса, содержания и прогона сельскохозяйственных животных на территории Республики. Приняты меры для установления личности владельца животного при совершении ДТП с участием сельскохозяйственных животных, упорядочения процесса проведения вакцинации скота ветеринарными службами, что необходимо для пресечения возникновения неблагоприятной эпизоотической ситуации в Республике, распространению на территории Республики заболеваний животных, в том числе представляющих опасность для человека. Информацию комментирует председатель Комитета по аграрной политике и Народного собрания Марат Хубиев. Эти поправки в конечном итоге обеспечивают безопасность участников дорожного движения на территории Республики. Эти поправки обеспечивают ветеринарную безопасность на территории Карачаева-Черкесской Республики. А также эти поправки обеспечивают интересы собственников сельхозугодий. Рабочая группа во главе с премьер-министром Республики Муратом Аргуновым проинспектировала ход работ на стадионе «Нарт». В настоящее время на объекте завершены работы по реконструкции восточной трибуны, навеса футбольного поля, беговых дорожек и спортплощадок. Сейчас ведутся работы на западной трибуне и административной пристройке. Работы по реконструкции и административной пристройке планируется завершить в последних числах августа текущего года. В Карачаево-Черкесии создадут межведомственную комиссию по обеспечению безопасности и предоставлению туристских услуг. Сегодня на территории региона предоставляются разнообразные туристские услуги, в числе которых автомотоэкскурсии, проката автомобилей и самоходного транспорта, конный прокат, а также уличные аттракционы. Во избежание ситуации, которые могут повлечь за собой угрозу безопасности жизни и здоровью туристов, следует предпринять все необходимые меры по устранению и предупреждению нарушений при предоставлении туристских услуг на территории республики, рассказал Расул Тикеев, министр туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии. Участники составшегося в Доме правительства заседания обсудили комплекс вопросов по соблюдению мер безопасности в процессе оказания конных экскурсионных услуг в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами содержания животных, прокату и эксплуатации квадроцикла в оказании экскурсионных услуг на автомобилях, то есть джипинг, организации туристских сплавов, а также эксплуатации аттракционов, расположенных на туристских территориях. Министерство промышленности, энергетики и транспорта республики окажет финансовую помощь промышленным предприятиям региона. Это будет своего рода компенсация на уплату процентов по кредитам, взятым после 20 апреля на пополнение оборотных средств и потраченных на закупку сырья, топлива, незавершенное строительство, готовую, но нереализованную продукцию. При этом общий размер кредитных обязательств не должен превышать 250 млн. рублей. Получить эту безвозмездную грантовую помощь могут только те предприятия, что зарегистрированы на территории Карачаева-Чрикесии, более двух лет имеют статус юридического лица, а их основной вид деятельности должен лежать в обрабатывающем производстве за исключением предприятий по производству пищевых продуктов и напитков. Рассказывает заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Республики Юмрана Тиунаева. Мы понимали, что есть какие-то непредвиденные затраты у предприятий, и, возможно, даже что-то они взяли из тех средств, которые они планировали пустить в оборот, вот в оборотные средства на закупку сырья, возможно, они направили на то, чтобы закрыть обязательства, например, по договору, где уже, например, эти обязательства были увеличены в силу увеличения ключевой ставки. И это пошло, возможно, в ущерб, опять-таки, средствам, которые были изначально запланированы на закупку сырья. Мы как раз-таки вот этой грантовой поддержкой планируем компенсировать и поддержать предприятие. В рамках конкурса «Лучший учитель» четыре педагога смогут получить по 200 тысяч рублей. Преподаватели будут оценивать по их достижениям. Участвовать в конкурсе могут учителя со стажем не менее трех лет, имеющие нагрузку не менее 18 часов в неделю. Подробности у министра образования и науки региона Инны Кравченко. Республика принимает участие в данном проекте. Это премии на присуждение лучшим учителям за педагогические достижения в размере 200 тысяч рублей. В этом году у нас будет четыре победителя. В настоящее время у нас ведется прием заявок и необходимых документов для участия в данном конкурсе. После того, как прием будет завершен, будет работать отборочная комиссия. И после будут уже объявлены результаты. Участвовать в конкурсе могут все педагогические работники, стаж которых в образовательных организациях не менее трех лет. Имеется нагрузка не менее 18 часов в неделю. То есть это ставка у педагогических работников. И есть определенные достижения, как в учебной, так и во внеурочной деятельности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В течение лета будут организованы пять или шесть смен продолжительностью по 14 дней. И в загородных лагерях у нас их будет шесть. Плюс мы запустим работу лагеря палаточного типа. И остальные детки у нас будут отдыхать, как всегда, летом в школьных лагерях. Планируем охватить, я думаю, чуть больше 12 тысяч детей в этом году. Министерство образования и науки Крачева Черкесской Республики по приказам об обеспечении комплексной безопасности в школьных лагерях дневного пребывания в целях обеспечения этой безопасности начальника муниципальных органов управления образованием предписывает создать условия для безопасности жизни и здоровья детей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хозяйство Карачаева Черкесе завоевали семь медалей на Всероссийской выставке племенных овец и коз. Всего в работе выставки принимали участие 17 регионов страны, которые представили лучших племенных животных российской и зарубежной селекции. Нашу республику представляли племенное поголовье карачаевской и советское мясошерстные породы овец трех хозяйств икар, махар и СПК «Заря». В различных номинациях выставочные животные завоевали семь медалей, а именно три золотые, три серебряные и одна бронзовая. Грамотой отмечена национальное подворье Карачаев-Черкеси, где была представлена национальная одежда, декор и быт народов региона. В Карачаевском районе завершаются работы по рекультивации хвостохранилища или брусского месторождения свинцово-цинково-рудника. Работы начались в прошлом году в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». На сегодняшний день уже завершен технический этап работ. В частности, перемещены части тела хвостов, оказавшиеся за пределами основного тела хвостохранилища и под подошвой разрушенной подпорной стенки дамбы в пределы основного рекультивируемого тела. Кроме того, проведен ремонт подпорных стенок дамбы и вертикальной планировки тела хвостов, а также создан гидроизоляционный экран и проведено устройство водобойного колодца обваловочной дамбы. На данный момент на Эльбруском хвостохранилище проходит финальный биологический этап работ, в частности, посев луговых трав и обустройство водоотводных канав. Работы планируют завершить в июле этого года. Напомним, реализация проекта позволит вернуть в хозяйственный оборот порядка 6 гектаров земель и улучшить качество жизни почти 26 тысяч человек, находящихся в зоне негативного воздействия. Осенью текущего года состоится второй Всероссийский форум классных руководителей, в котором примут участие и педагоги из Карачаева-Черкесии, в числе которых учитель математики средней школы Станицы Зеленчукской, победитель и лауреат многочисленных конкурсов федерального и регионального уровня Юлия Копалкина. По инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» в Черкесске проходит акция «Одна страна – общая культура». В Дворце культуры Республиканской столицы и электронной библиотеке оборудованы площадки для сбора взрослой и детской литературы на русском языке. Информацию комментирует пресс-секретарь оригинального отделения партии «Единая Россия» Фатима Мидова. Да, возможно, книги не входят в списки жизненно необходимых вещей, но в библиотеках и школах Донбасса наблюдается дефицит русскоязычной литературы, поэтому так важно вернуть жителям возможность жить, учиться, развиваться в привычной русскоязычной среде. Приглашаем всех желающих принять участие в акции и принести книжные издания в пункты сбора, которые находятся в Черкесске по адресам улица Гутикулова 2Б на базе Дворца культуры и улица Ставропольская 40 на базе электронной библиотеки. Можно не просто передать книги, но и вписать на фарза целяван титул, пожелания, приветствия, слова поддержки. Все собранные книги «Единая Россия» доставят в библиотеки Луганской, Донецкой и Народных республик, а также беженцам, которые находятся в пунктах временного размещения. Архыская сосна, которая уже без малого 2 века, снова борется за звание «Российское дерево года». Проголосовать за 200-летнее дерево можно на сайте Всероссийской программы «Деревья памятники живой природы» до 1 августа, рассказывает советник министра природных ресурсов и экологии Медина Баташева. Архыская сосна снова борется за звание «Российское дерево года». Проголосовать за 200-летнее дерево можно на сайте Всероссийской программы «Деревья памятники живой природы» по ссылке роздерева.ру в период с 1 мая по 1 августа 2022 года. Сосна обыкновенная, высотой 30 метров, растет на поляне Таума в окрестностях села Архыс. Конкуренцию нашему дереву составляют 60 деревьев из различных регионов страны. Все деревья-участники занесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Мы призываем всех жителей Карачаева Черкесской Республики, патриотов и истинных ценителей, любителей родной природы принять участие в выборе российского дерева 2022 года. Номер Архысской сосны на сайте для голосования 22. Курорт Архыс перешел в летний режим работы, открылась экологическая тропа романтиков, доступен подъем к смотровой площадке на канатной дороге Млечный Путь. Снова можно взять в прокат велосипеды, готовиться к открытию веревочный парк, рассказывает пресс-секретарь акционерного общества «Кавказ-РФ» Татьяна Поздеева. Мы рады объявить, что Архыс открыл сезон горных походов. Конечно, наш курорт всесезонный, поэтому переход в летний режим – это такое символическое для нас событие. И своеобразной точкой отсчета стало открытие после зимы нашей экотропы, тропы романтиков. Это самый доступный для гостей маршрут. От верхней станции канатной дороги Млечный Путь можно спуститься на 4 километра вниз по хвойным лесам через альпийские луга, вернуться к поселку Романтик. Тропа относительно простая, можно гулять всей семьей с любым уровнем физподготовки. Мы ее рекомендуем обычно для первого дня отдыха, для знакомства с курортом или в качестве разминки перед походами выше, дальше. Это такой пробник горных походов. Если понравилось, можно смело идти дальше к Софийским, Дукинским озерам, к перевалу Федосеева и дальше. Всю экипировку основную можно взять в прокатах курорта, найти проводника. В общем, летние горы Архиза снова зовут, надо идти. И в продолжение этой темы. На курорте Архиза открылись трассы для горного велосипеда. Райдерам доступны дистанции для скоростного спуска красного, синего и зеленого уровня сложности, как для опытных велосипедистов, так и для начинающих. В новом сезоне на курорте доступны почти 6,5 километров трасс для даунхилла скоростного спуска. Красная трасса протяженностью более 3 километров и перепадом высот более 560 метров стартует от верхней станции канатной дороги Млечный путь с высоты 2240 метров. Более простые синие общие протяженностью более 2 километров и зеленая трасса длиной 700 метров с перепадом 120 метров начинаются от верхней станции канатной дороги Спутник. Зеленая трасса предназначена для получения первого опыта в маутинбайке и катания детей до 12 лет. Обучающие тренировки для взрослых и детей проводит школа горного велосипеда от официального партнера Курорта Архиз компании Пик Экспириенс. В их прокате можно взять в аренду горные велосипеды с защитной экипировкой, а также заказать занятия с инструктором как индивидуальные, так и для групп до 10 человек. На базе Республиканской детской библиотеки имени Сергея Никулина прошла всероссийская акция «Библия о ночь-2022». Для посетителей были организованы мастер-классы «Танец гор» по обучению движениям национальных танцев, «Чудеса народного искусства», где можно было освоить декоративную роспись на тарелках, изготовить закладки из фетра и забрать свои произведения с собой, а также мастер-класс по робототехнике и песочное шоу, где можно было научиться делать картины из песка. Участники «Библия о ночь» также смогли отведать национальные блюда, познакомиться с обычаями, традициями и фольклором народов Карачаева-Черкесии. Открытый всероссийский турнир по спортивной борьбе «Панкратион» в памяти героя Советского Союза Хусейна Андрухаева прошел в Майкопе. Спортсмены Карачаева-Черкесии завоевали на состязаниях три десятка медалей. Золото получили Рамазан Хапаев, Саид Хачиров, Абдуллах Кипкеев, Руслан Тикев, Медина Гагуева, Амаль Агиров, Амир Кутлеметов, Амир Алиев и Денислам Иркенов. Серебро досталось Ахмату Баташеву, Леону Кипкееву, Мурату Смакуеву, Рамилю Бастанову, Исламу Галаеву, Замрату Кидакоеву, Шамилю Гедегушеву, Мурату Батчаеву, Рашиду Узденову, Амирану Лабжанидзе и Алихану Аджиеву. В Саранске, Мордовии прошел чемпионат России по борьбе на поясах. По итогам упорных схваток наши спортсмены завоевали различные медали. Копилку награды Карачаева-Чикеси пополнили Ахмад Суйнбаев, Ислам Лаипанов, Шамиль Балачиев, Назим Бастанов, Азамат Татаркулов, Канамат Декушев, Расул Идиев и другие. В эти дни в Ростове-на-Дону прошел гран-при по правилам ММА, посвященные памяти героя России и ДНР Владимира Жоги и героя ДНР Арсена Павлова. Спортсмен из Карачаева-Чикесии Ислам Чагаров завоевал серебряную медаль весовой категории 66 кг. Ну и последняя информация. Во Дворце спорта «Юбилейный Черкеска» составился фестиваль ГТО «Путь к успеху» среди студентов в республиканских высших учебных заведениях, приуроченной к столетию образования Карачаева-Черкесии. В состязаниях принимали участие более ста человек – это студенты вузов республиканской столицы и Карачаевска. Ребята выполняли такие нормативы, как бег, подтягивания, отжимания, прыжки, наклон вперед и из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища и из положения лежа на спине, метание спортивного снаряда и другие. Показавшие лучшие результаты примут участие во всероссийских играх ГТО среди вузов всей страны, которые состоятся в Грозном. Таковы некоторые события республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаева-Черкесской республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33, обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте губкачер.ру Что можно сделать за 10 минут? Приготовить бутерброды, навести порядок на столе, ответить на рабочее письмо или принести хлеб и молоко бабушке по соседству. Это не тайм-менеджмент, это волонтерство. Помогать пожилым людям продуктами и лекарствами – доброе дело. Но главное добро в этом деле – ты. Ты. Присоединяйся на добро.ру. 0+. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!